МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости седьмого канала в студии Евгения Петренко. И главная тема к этому часу. Все сроки вышли. А там вот горочка. Там я два раза упал, затылком ударился. Управляющие компании не смогли убрать во дворах Красноярска, как их теперь накажут специалисты стройнадзора. Смертельный тюбинг. Из всех жизненных ситуаций, выходящих случаев. Даже я не мог себе представить, что такое могло быть тяжелое. Один подросток погиб, и второй попал в реанимацию после катания на плюшках. Почему этот вид развлечения стал таким опасным? Плохой ларек. Это Коля, начальник Коля. Он вообще конкретный. Его вообще надо наказать давно уже. Почему? Он сейчас под полы, он под паленку конит. Спиртное из-под полы продают прямо в жилом доме на Алеши Тимошенкова. Почему с этим никто ничего не может поделать, хотя люди постоянно жалуются? Закрывайте котельные. То есть мы стоим на пороге о том, что для того, чтобы категорично улучшить экологию города Красноярска, необходимо запрещать использование бурого угля. Предприятие Красноярска переводит на централизованное отопление. Таким образом планируют значительно снизить вредные выбросы в атмосферу. А вот и ныне там. Не все управляющие компании выполнили поручения главы города Владислава Логинова, и многие дворы до сих пор не почищены от снега. Как обстоят дела в центре города, сегодня лично проверил глава администрации района. Наша съемочная группа проехалась по некоторым проблемным дворам. Подробности в следующем сюжете. Вот иду, смотрю тростью. Вот колея. Я вот ее потихонечку спускаюсь, поднялся, и вот я пошел. С такими трудностями сталкиваются все жители этого двора на проспекте Красноярский рабочий. Но Олегу еще сложнее. Он является инвалидом по зрению, и каждый раз, чтобы добраться до работы, ему приходится рисковать своим здоровьем. А там вот горочка, там я два раза упал, затылком ударился. Этот двор за зиму не убирали ни разу. А колея тут образовалась уже огромная. Люди просто боятся выходить на улицу. Вообще ни разу не убиралось. Это никогда. Даже вот эту зиму вообще не убиралось. Я сколько раз звонил управляющих, все уберем, все сделаем. А бесполезно. Я два раза в сугроб залетел, когда на работу ходил. Пенсионеры, которые многие болят, они не могут ходить. А я инвалид по зрению. Я вообще не знаю, куда мне наступить и как наступить. Залетает в сугробы не только Олег. Падают тут часто. Поэтому многие даже мусор копят дома. Ждут, когда к ним приедут родственники и помогут его вынести. Муж у меня не может выйти на улицу. Он вышел 30 декабря и упал вот здесь. И все. И он не мог уже не идти ничего. Его вот вдвоем двое мужчин, сын мой и еще мужчина, его еле-еле вот дотащили. Да, это и все. Он теперь уже боится вообще выйти. Я боюсь выйти. Нечищенными до сих пор остаются многие дворы. Вот видите, лед сплошной. Колья и лед. Это уже улица Тотмина. Проблемы здесь такие же. Летом не косят траву, осенью не убирают листья, а зимой снег. Сложно здесь как автомобилистам, так и пешеходам. Все говорили, до 15 числа уберут. Вот сегодня уже у нас 15-е. Очистить все дворы от снега до 15 января обязал глава города. Но далеко не все управляющие компании выполнили это поручение. Список не справившихся составили в департаменте городского хозяйства. Это порядка 20 управляющих организаций и ТСЖ, которые неудовлетворительно исполняют свои обязанности по уборке дворовых территорий. Такие управляющие организации мы список подготовим. Отправим мы в службу строительного надзора для привлечения их к административной ответственности. Больше всего жалоб поступает на компанию ЖСК. Они исправились с уборкой дворов сразу в трех районах города. Теперь работу с недобросовестными УК и ТСЖ будут проводить в управлении стройнадзора и жилищного контроля. Им в первую очередь грозит штраф. Минимальный штраф 250 тысяч рублей. Персональная будет ответственность руководителей управляющих компаний. К ним тоже будут применяться административные санкции в виде штрафов вплоть до дисквалификации. Как убраны дворы в центре города, сегодня лично проверил руководитель администрации района. По его словам, есть еще над чем работать. Но главные жалобы жителей удалось исправить. В целом уборка придомовых территорий осуществлялась с разным качеством, с разной интенсивностью. На трех территориях придомовых ситуация, не сказать, что критическая, но она требует определенного вмешательства. То есть присутствует колейность, присутствуют надолбы. Видимо, чтобы ситуация стала удовлетворительной по всему городу, жителям нужно дождаться, когда и остальные главы районных администраций лично проведут подобные инспекции. Только вот все сроки для уборки снега уже вышли. А красноярцам все еще страшно ходить и ездить по многим дворам города. Дарья Морева, Григорий Горячих и Павел Иваницкий. Седьмой канал. 14-летний подросток погиб, катаясь со стихийной горки в Красноярске. Парень хотел успеть спрыгнуть с тюбинга, но улетел в обрыв глубиной 15 метров. И это не единственное подобное происшествие в эти выходные. Почему плюшки для зимних забав могут быть смертельными, расскажем в следующем сюжете. Никогда не был здесь. Это просто надо не дружиться с головой. Так местные жители отзываются о трагедии. Новость разлетелась из-за предела Красноярска. 14-летний школьник приехал в гости к бабушке, днем пошел с другом кататься на плюшке. Выбор пал на стихийную горку. Во время спуска школьника занесло, и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм мальчик скончался до приезда медиков. Все самое главное, вон елка стоит, там такие ледяные горки хорошие, там и взрослые, и дети все катаются, и все нормально было. Ну это просто как-то из всех жизненных ситуаций, выходящих случаев. Даже я не мог себе представить, что такое могло быть тяжелое именно с последствиями. Зеленый берег – недавно обустроенная набережная на проспекте Ульяновский. Тихое место, где гуляют в основном пенсионеры, родители с малышами и собачники. Говорят, не заметили, чтобы эта горка была у местных детей популярной. Не видела. Здесь собаки вот ходят, такие большие, три ребятишки только с родителями. Не видела я. Проблема в том, что стихийные горки зачастую опасны сами по себе, а тюбинг только усугубляет. Он может разогнаться до 90 километров в час и становится практически неуправляем. Спрыгнуть с него сложно, а любое препятствие, даже небольшая кочка, может привести к серьезным травмам. Плюшку безопасно использовать, только на специальных трассах. После несчастного случая горку быстро засыпали песком, установили несколько табличек. Правда, из-за сильного ветра снегом снова занесло этот склон, ну а надписи с табличек сорвало. Способны ли таблички остановить подростков? Скорее нет. В районной администрации говорят, стихийные горки выявляют во время объездов, берут на карандаш, проверяют, подсыпают. В песчаной смеси склоны уже не так привлекают детей. Но в списке таких участков до этих выходных горки на Ульяновском не было. До того, как произошла трагедия, мы ничего не знали об этом месте. Вообще, я вам скажу, что ранее даже жалоб, несмотря на то, что это накатанное место, жалоб со стороны ни жителей, ни во время объезда, то есть не поступало. Мы ранее не знали вообще, что туда приезжают ребятишки кататься. Но оказывается, они приезжают не только кататься сами, но еще и приглашают гостей из других районов. После случившегося следком возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. О начале проверки сообщили и в прокуратуре. В прокуратуре Советского района города Красноярска организована проверка причинных условий, произошедшего в ходе которой будет также дана оценка действиям организаций должностных лиц, в чем в ведении находится вышеуказанный земельный участок. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования. Случай в Красноярске не единственный. На этих выходных в селе Еловая 13-летняя девочка ехала по стихийной горке на большой скорости. Тюбинг подбросила, и школьница из него вылетела, получив тяжелые травмы. В больнице ей пришлось удалить один из внутренних органов. Сейчас девочка в реанимации. Сегодня главы районов еще раз объезжают территории, чтобы убедиться, что незаконных горок, о которых еще не знают, нет. А в городских школах проводят беседы с детьми. Насколько опасной может быть одна такая поездка? Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Маленький мальчик взорвал петарду прямо на полу своей комнаты. Опасную игрушку ему отдал старший брат-пятиклассник, чтобы проверить ее в действии. Все происходящее школьник снимал на камеру. Как только петарда зажглась в руках ребенка, старший брат покинул комнату и закрыл за собой дверь, дожидаясь заветного хлопка. А после вернулся, чтобы оценить масштабы взрыва. Веселье обоих улетучилось, когда они заметили прожженную дыру в линолеуме. Кроме того, пострадал и младший брат. Ему немного обожгло руку. Несмотря на это, первым делом он ринулся уничтожать последствия, надеясь на волшебные свойства пимолюкса. Подтирайся! Пимолюкс, пимолюкс, ты мой хороший. Спасибо за просмотр. На этом приключение братьев не закончилось. Запись юного блогера попала к полицейским. Теперь с родителями и детьми проведут профилактическую беседу и напомнят мальчикам о правилах поведения не только дома, но и в других местах. Пробки не только в городе, но и на выезде из него. Массовая авария из 12 автомобилей произошла на дороге из Красноярска в Емельяново. Утром движение на участке было перекрыто. Водители проезжали через село Дрокино. Пострадавших нет. Сейчас движение возобновлено. Но из-за непогоды проезжать этот и подобные участки рекомендуется особой осторожностью, соблюдая дистанцию и не превышая скорость. Подросток за рулем тонированной приоры устроил погоню после ссоры в интернете. Предварительно во время езды он стрелял из пневматического пистолета в машину обидчика. Конфликт между двумя молодыми людьми вспыхнул еще по переписке в социальных сетях. Чтобы выяснить отношения, они договорились встретиться на одной из улиц города. Мирно решить проблему не удалось. Между людьми завязалась потасовка, но больше всего досталось автомобилю одного из них. 17-летний парень разбил задние и боковые стекла Хонды тяжелыми предметами. Водитель иномарки попытался скрыться, но подросток на приоре отправился следом за ним. Остановить его удалось в центре города. У парня изъяли оружие и отправили на экспертизу. А сам автомобиль поместили на спецстоянку. Всех участников конфликта уже нашли и опросили. Уже все выпил. В Железногорске полицейские задержали местного жителя. За 10 дней он похитил больше 20 бутылок дорогого алкоголя. 40-летний мужчина воровал в магазинах виски, коньяк, джин и шампанское. В полицию обратились представители супермаркетов. Любители элитного алкоголя нашли. Содеянным он признался. В течение 10 дней мужчина выносил из магазинов по несколько бутылок. Он рассказал, что все похищенное использовал по прямому назначению. Ранее Железногорец уже был судим за кражи. В магазине микрорайона «Водники» незаконно торгуют алкоголем. На это пожаловались местные жители. Вдобавок, люди недовольны качеством продаваемой продукции. После выпитого голова болит несколько дней. В этой торговой точке сегодня был наш корреспондент Евгений Назарчук. Он пообщался с ее хозяином. Подробности в его сюжете далее. Это видео прислали нам телезрители. Люди жалуются на торговлю некачественным алкоголем в магазине дома на Алеши Тимошенкова. Название у него звучное, у Николая. При появлении камеры продавщица говорит, что якобы ничего не продавала. Лицензии на продажу спиртного в магазине у Николая нет. Но ассортимент крепкого под прилавком здесь на любой вкус. Есть элитный алкоголь, его дорогие виды, а также чекушки для людей попроще. Сходу и не поймешь, что здесь можно закупиться к хорошему застолью. О том, что богатый ассортимент, известно только постоянным клиентам. На первый взгляд крепкого алкоголя в магазине нет. Продается чай, кофе и кондитерские изделия. Но если заглянуть туда, за прилавок, там мы можем увидеть водку, коньяк, шампанское и не только. Проходит пять минут и появляется сам Николай. Он просит нас выйти из магазина и прекратить съемку. Его версия, откуда целый бар под прилавком, не отличается от версии продавщицы. Это не продается, это просто так, она лицензия не готова у нас, поэтому у меня юрист занимается, делает так. А продаете зачем? Мы не продаем. Как, есть видео. А почему именно мы? Вот почему? Я не знаю, почему вы именно продаете. А почему вы продаете? Мы не продаем. Ну как продаете? Ну ты продаем, ну как это не продаете? Ты же фамилию не можешь говорить. Ну есть видео, я знаю. Я только, вот есть, нет. Среди ближайших домов об этом магазине уже давно ходит дурная слава. Люди жалуются, что после купленного алкоголя на следующий день от него очень сильно болит голова. По словам местных жителей, торгуют водкой здесь до часу ночи. Мест, где после 11 можно закупиться немного, приходится идти к Николаю. Постоянно там продают у него. Сам хожу, там покупаю. Это Коля, да, начальник Коля. Вообще конкретно у него. Его вообще надо наказать давно уже. Почему? Он сейчас под полы, он под поленку гонит. Конкретно у него все торгует. Он всякая, всю жизнь. У него там был поленок, торговал. И в этом поленке, всю поленку, всю сейчас, всю гонит. Лицензии на продажу крепкого алкоголя выдают в Министерстве сельского хозяйства края. Жалобы от людей на эту точку к ним поступали месяц назад. Ведомство предупредило предпринимателя прекратить незаконную деятельность. В декабре месяце индивидуальному предпринимателю выносилось предостережение о недопустимости обязательных требований, нарушении обязательных требований. Значит, в дальнейшем, при продолжении противоправной деятельности, материалы все будут собраны и направлены в прокуратуру края для согласования униплановой выездной проверки. И после первого предупреждения, которое было месяц назад, никаких выводов предприниматель, по всей видимости, не сделал. В магазинчике у Николая продолжили зарабатывать на торговле спиртным. Этим уже заинтересовались полицейские. Материалы направили в суд, который примет решение, как наказать нарушителя. Кроме того, уже в январе поступила очередная жалоба на данный магазин. Также информация подтвердилась. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия, по результатам которых материалы также будут направлены в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде денежного штрафа, а также конфискации алкогольной продукции, либо бестоковой. То есть это на усмотрение суда. Если продавщица возьмет на себя ответственность за продажу спиртного, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. А если предприниматель, то сумма в 10 раз больше. Но, как показывает практика, хозяева таких магазинов договариваются со своими сотрудниками. Тогда и штраф в разы меньше, и угрозы при остановке предпринимательской деятельности нет. Евгений Назарчук, Данил Дубенко, 7 канал. Собственных котельных на центральное отопление переводят предприятия Красноярска. Пока это происходит добровольно. Предприниматели не сопротивляются. Ведь видят в этом свои плюсы. Один из них – выгода. Особенно для тех, кто отапливался бурым углем. Ведь зачастую бизнесмены ради экономии закупали уголь не самого лучшего качества. Из-за таких предприятий в атмосферу попадали опасные для здоровья горожан выбросы. Дымящие организации интересовались надзорные органы. Бизнесменам приходилось то и дело оплачивать штрафы за причинение вреда экологии. Но выгода не только в отсутствии штрафов. Видят плюсы и те, кто был на электричестве или дизельном топливе. Для нас будет экономически выгоднее. Ну и как бы меньше проблем. Во-первых, нужно завести дизельное топливо. Это тоже дополнительные затраты. Его надо привезти, надо его выгрузить, загрузить, настроить. Мы это долго просчитывали. И мы посчитали, что это у нас будет для экологии очень хорошо. Снизить вред экологии, которая у нас в Красноярске далека от идеальной, основное, ради чего затеяли перевод предприятий на центральное отопление. Помимо промышленных гигантов, которые дорожат своей репутацией, в городе немало мелких и средних предприятий, отапливающихся самостоятельно и дымящих непонятно чем. Завтра Министерство экологии проведет встречу с городскими предпринимателями, чтобы убедить в необходимости перехода. Сейчас из 50 бизнесменов, у которых есть источники выбросов, 4 уже добровольно перешли на экологичные источники отопления. Вы спросите меня, добровольно перешли, значит, предполагаются ли какие-то недобровольные действия. Я скажу да. То есть мы стоим на пороге о том, что для того, чтобы категорично улучшить экологию города Красноярска, необходимо запрещать использование бурого угля на территории города. Соответствующее постановление, проект постановления мы подготовили. Он проходит сейчас юридическую экспертизу. Центральное отопление предполагает нулевые выбросы в атмосферу. Конкурс «Волшебный лед Сибири» стартовал на Ирыгинской набережной. Мастера работают над своими скульптурами уже второй день. Накануне участники распиливали огромные глыбы льда, убирали все лишнее и создавали очертания будущих работ. Сейчас по наброскам и эскизам они выпиливают свои скульптуры. Все связаны одной тематикой – сказки Пушкина. Кого-то вдохновили стихи русского писателя, других же классические произведения. Напомню, у мастеров осталось 5 дней на создание своих скульптур. Про трудности за льдом могу сказать только то, что когда тепло, лед становится труднее скоблить. Вчера было очень тепло, поэтому было тяжело. Но работы вчера были в основном глобальные. Лед дается легко. Сегодня, конечно, ветрено, но в целом легко работается. И прохлада немного. Работа по стихотворению Пушкин «Ангел». Взамен температурных качелей в Красноярск идут морозы. В ночь на вторник по прогнозу минус 20. Днем на несколько градусов теплее. Небо затянет облаками. К вечеру ударит мороз под 30. Он простоит всю ночь. Не потеплеет и утром. Только после обеда столбики термометров покажут в районе 20 градусов. Однако уже после заката снова подморозит. В ночь на четверг ожидается минус 25. Днем минус 15. В ночь на пятницу опять минус 25. Днем почти в два раза потеплеет. В выходные синоптики обещают морозные ночи и теплые дни в районе минус 10 градусов. Счета на ЖКХ скоро поднимутся. Путешествие по Енисею из Красноярска в Дудинку стоит больше 6 миллионов рублей. А красивым людям, говорят работодатели, проще построить карьеру. Об этом не только. Расскажем прямо сейчас в двух словах. Автоинспекторы спасли замерзавшую женщину с детьми. Это произошло на трассе в Емельяновском районе. Семья направлялась в Ачинск, но по пауте у автомобиля сломался двигатель и он заглох. Проезжающие мимодорожные полицейские остановились уточнить у водителя причину остановки. Выяснив все подробности, они отвезли семью в ближайшее кафе, где те вызвали знакомых. С 1 июля этого года поднимутся тарифы ЖКХ. Распоряжение об индексации подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Рост в Красноярском крае в среднем составит 7%. При этом в нашем регионе увеличение счетов на ЖКХ не самое высокое по сравнению с другими субъектами страны. А в среднем по России индексация составит почти 10%. Самым дорогим туром в России стала поездка по Енисею из Красноярска в Дудинку. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Общая стоимость путешествия 6,5 миллионов рублей. И это только стоимость поездки на теплоходе. Авиабилеты до Красноярска из Дудинки в стоимость тура не входят. Поездка проходит на теплоходе Максим Горький и длится в течение 12 дней. Хорошие внешние данные могут помочь построить карьеру. Об этом сообщил крупный портал по поиску работы, проведя опрос. В нем приняли участие представители крупных компаний и экономически активные красноярцы. 63% опрошенных считают, что красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных. Согласно данным опроса, с этим согласны 7 из 10 работодателей. В Красноярске наградили работников прокуратуры за особые достижения. Нагрудные значки и грамоты им вручал лично губернатор края Михаил Котюков, а также прокурор Роман Тютюник. В пятницу этому ведомству исполнилось ровно 302 года. Его создали еще в 18 веке при Петре Первом. Тогда перед прокуратурой поставили задачу уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, беззакония и взяточничества. Прокуратура появилась в России в самые, пожалуй, судьбоносные времена, в Петровские преобразования. И стала неотъемлемой частью государственного управления. Как тогда сказал император, это окон в ее и будет зрить за всем, что происходит. Мы уже традиционно встречаем этот праздник, помня о прошлом. Трезвые оценены, настоящие и с оптимизмом для этого будущего. Вот уже 302 года от работы прокуратуры, во многом зависит уровень людей, уверенность людей в завтрашней жизни. Быть многодетной мамой стало выгодно. В Красноярском крае увеличили размер выплат за рождение двойняшек или тройняшек. Теперь за каждого из малышей семья может получить от 86 тысяч рублей, причем не выходя из дома. Как начисляются такие выплаты и какой максимум семьи могут получить от края, расскажет Дарья Морева. С утра встаешь, их покормишь, у них настроение хорошее, они могут сами играть. И пока дети заняты игрушками, их мама Юлия может заняться другими домашними делами. Правда, недолго. Уже через 10 минут маленький Данил Руслан требует новую порцию родительского внимания. Рождение близнецов стало для молодой пары неожиданностью. Семья планировала только одного ребенка. Зато теперь испытывает не только двойную радость, но и двойные хлопоты. Очень тяжело, да, разорваться на двоих, особенно если вот еще коляску таскать туда-сюда, там с восьмого этажа вверх-вниз. Один плачет, второй тоже плачет. Уже просто начинаешь даже иногда не обращать внимания. Потому что тебе надо действительно что-то приготовить, что-то убрать. Там, ну как бы, разорваться на двоих-то ты не можешь. Только вот на одного, либо на второго. Так одного успокаиваешь, потом второго успокаиваешь. А когда маме нужно отдохнуть, инициативу перехватывает папа, если он не на работе. Максиму изжает на вахту на целый месяц. И в это время Юлии приходится одной справляться с двумя малышами. Зато когда он дома, мама может немного выдохнуть и посвятить себя личным делам. Например, полноценному отдыху. Как помогаете жене? Всячески. Начиная от ухода за детьми. Жена даже может себе позволить просто ничего не делать, лечь, лежать. Поэтому и приготовить, покушать, и покормить, и переодеть. В общем, такая пауза, скажи, да? Хорошей помощью в воспитании малышей стали и различные пособия, которые полагаются мамочке. Например, материнский капитал. А чуть позже Юлия узнала еще об одной выплате, но уже от края. За рождение двойняшек. Девушка о такой помощи даже не слышала, а потому была приятно удивлена, получив хорошую сумму. Мне вот дали выплату в размере, забыла, сколько, но, по-моему, больше 160 тысяч. Конечно, ее и надолго хватит, по крайней мере, там, купить какие-то детям стульчики, там, памперсы, продукты, массаж. Какие-то дополнительные вот УЗИ, не УЗИ, там, анализы. Ну, как бы очень помогла эта сумма, сэкономить свои, по крайней мере, средства. А в этом году выплаты за рождение двойняшек или тройняшек увеличились. Также телекрая могут получить от 86 до 120 тысяч рублей за одного ребенка. Размер суммы зависит от коэффициента района. Такая помощь предоставляется семьям в рамках нацпроекта «Демография». Это инициативная мера поддержки нашего региона. И в прошлом году, вот, это пособие, эту меру поддержки получили родители 506 детей. То есть, это родители 250 двойняшек и двух троин. Мера поддержки – хорошее дополнение к другим льготам и выплатам для семьи с детьми в рамках национального проекта «Демография». За получением такой помощи мамочкам не придется собирать документы и куда-то ехать. При регистрации рождения детей эти данные загружаются в единую систему, а пособие начисляется автоматически. Дарья Морева, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Прогноз погоды представляет компания «Атрибуты здорового сна». Правильный матрас – это важно. Позвольте себе комфортно выспаться. И теперь информация о погоде. Во вторник, 16 января, в Красноярске облачно, без осадков, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ночью 20 градусов холода, днем до минус 17. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть твои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер-ватсап номер 8 391 2900-333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. До встречи.